Привет! Меня зовут Михаил Густакашин, я работаю в Яндексе и научу вас программировать. Зачем изучать программирование? Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, любому специалисту, математику, физику, химику, биологу, всем, кому нужны какие-то расчеты, программирование очень пригодится в жизни. Пока их коллеги решают задачу на листочке или используют электронные таблицы, человек, умеющий программировать, напишет программу с использованием готовых библиотек и решит за то же время несколько задач или решит ту же самую задачу и пойдет отдыхать. Ну и, наконец, в-третьих, если хорошо изучить программирование, можно стать программистом. Программистам быть классно. Им платят много денег, они работают в уютном офисе и пьют кофе сколько хотят. Работать с программистом не только прибыльно и приятно, но и полезно для общества. С помощью компьютерных программ создаются новые лекарства и проводятся фундаментальные исследования. Например, наши программисты из Яндекса проводят расчеты для большого адронного коллайдера. Пока это чистая теория, но, может быть, через несколько лет под каждой раковиной появится небольшая черная дыра, и проблема выноса мусора будет решена навсегда. Как изучать программирование? Самое сложное в нашем деле — это первые шаги. Можно сразу взять большую, толстую, серьезную книгу, например, «Искусство программирования», «Кнута», и пытаться учиться по ней. Книга хорошая, но слишком сложная для начинающих. Поэтому, чтобы не было как в анекдоте, вы сначала плавать научитесь, а потом и вам в бассейн воду нальем, мы начнем с практики. На нашем курсе мы решим сотни несложных задач, и с полученным практическим опытом вы сможете изучать гораздо более сложные вещи. Например, прочитать ту же книжку и все понять. Что мы будем изучать на курсе? Мы будем изучать практические основы языка C++. Научимся работать с числами, их последовательностями, строками, структурами данных и некоторыми алгоритмами. В нашем курсе будет немного магии. Что такое магия? Это значит, что мы не будем углубляться в внутреннее устройство языка, а будем просто пользоваться всеми возможностями. Сразу предупрежу, что я не научу вас писать культовые игры для телефона, взломать Пентагон или зарабатывать кучу денег, предсказывая биржевые курсы. Во всех этих делах вам пригодятся те базовые знания, которые вы получите. Сразу после курса вы сможете проводить несложные расчеты, а для школьников изучение программирования будет особенно полезным. Вы сможете хорошо сдать ЕГЭ или даже победить несложные олимпиады. Почему именно C++? Это один из самых популярных языков программирования, он хорош своей быстротой и универсальностью. Почти все высоконагруженные сервисы в Яндексе написаны на C++, как и браузер, в котором вы смотрите это видео, и многие другие программы. После того, как вы выучите C++, вам будет очень легко перейти на другой язык программирования. Например, на Java или C Sharp, в котором пишут софт для организаций, на немного другую Java Objective-C, чтобы писать программы для телефонов, или на чистый C, на котором пишут системные программы обеспечения, например, операционные системы или драйвера. Мы будем изучать стандарт C++ 11, стандарт 11-го года. Он самый современный и удобный. Как устроен наш курс? У нас будет 12 занятий, в каждом из которых есть видео, где я выступаю, конспект и набор задач. В этом занятии задач нет. В следующем их будет 2, и они будут очень простые, а потом их будет много. Переходить к следующему занятию нужно, когда вы решили все задачи, хотя бы те, что без звездочки. На нашем курсе мы изучим все темы, относящиеся к основам программирования. На первом занятии мы научимся устанавливать среду разработки Visual Studio и работать с ней. Потом мы напишем кучу разных несложных программ и будем изучать отладку. Отладка — это процесс, который позволяет выполнять программу по шагам и искать то место, где она работает не так, как мы хотим. После этого мы будем изучать более сложные темы. Например, рекурсию. Рекурсия — это какой-то сложный математический объект, но мы будем изучать ее так, что все будет просто и понятно. В самом конце мы научимся пользоваться результатами чужого труда, использовать готовые библиотеки, где написано много полезных функций и структур данных. Спасибо и до новых встреч!